Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня наша тема пойдет про конденсаторные и электретные микрофоны. Поговорим про их отличия, про преимущества и недостатки электретных, а также конденсаторных микрофонов, и какое же лучше использовать для записи в тех или иных условиях. Приступим. Поговорим для начала об электретных микрофонах. Как правило, электретные микрофоны используются в телефонах или смартфонах, компьютерах и домофонах. Стихами прям заговорил. Ну а также эти небольшие устройства используются в студийных микрофонах и в измерителях уровня звука. Конденсаторные микрофоны, в свою очередь, являются тонкими и точными микрофонами, которые, как правило, записывают даже самый тихий звук. Часто даже говорят, что они безжалостно точны. Высокий уровень чувствительности и высокая частотная характеристика позволяет использовать конденсаторные микрофоны везде, везде, где важно качество записанного материала. Как работает конденсаторный микрофон? Расскажу в этот раз вкратце, поскольку у меня уже было по этому поводу видео на моем канале про конденсаторные микрофоны. Если тебе интересна эта тема, то можешь либо сейчас, либо позже перейти, либо по ссылке в описании, либо выскочит аннотация. Конденсаторные микрофоны, наряду с динамическими микрофонами, являются самыми популярными решениями для записи звука. Эти устройства состоят из подвижных обкладок и мембранной сетки, которой нужно заряжать поляризующим напряжением, которое известно нам как фантомное питание. И таким образом, собственно, микрофон может преобразовать механическую энергию в электрическую энергию. То есть, если вы говорите микрофон, это механическая энергия, которая преобразуется в цифру на вашем компьютере, допустим. Подробнее, как я ранее уже говорил, можете посмотреть в прошлом ролике. Поговорим про преимущества и недостатки конденсаторных микрофонов. Они легкие, но, как правило, хрупкие, характеризуются высокой чувствительностью и быстрой реакцией на переходные процессы. Тем самым, они способны даже распознавать тихие звуки, детали изменения тонов и так далее. Да, такой микрофон, как правило, подойдет хорошо для вокала и акустических инструментов, поскольку такие микрофоны, как правило, имеют высокую частотную характеристику. Полный потенциал таких микрофонов может использоваться по максимуму в студиях звукозаписи при, так скажем, оборудованном помещении. И еще один, замечу, большой плюс этих микрофонов, то, что они имеются не только на XLR, но и в версии USB. А теперь поговорим про недостатки конденсаторных микрофонов. Они, как правило, неустойчивы к механическим повреждениям. И если брать старые ламповые микрофоны с ламповыми предусилителями, установленными в сам микрофон, то те микрофоны достаточно разочек слегонца уронить. Как ремонт такого микрофона сразу обойдется вам в серьезную сумму. Недостаток этих микрофонов также, то, что им обязательно нужен внешний предусилитель, такой, как ваша аудиокарта, в которой обязательно должна быть фантомка, как правило, 48 вольт. То есть, тем самым, этим микрофонам обязательно нужна фантомная мощность. И еще один минус, они, как правило, достаточно дорогие. Хотя и сейчас на рынке достаточно таких примеров, бюджетных примеров конденсаторных микрофонов, имея в виду неэлектритных. А теперь, собственно, поговорим, как же работает электритный микрофон. Электритный микрофон является одной из разновидностей конденсаторного микрофона. Они выглядят как маленький конденсатор и состоят из диафрагмы и фиксированной мембраны. Мембраны в устройствах такого типа выполнены из поляризованной электритной пленки, покрытой слоем металла. В некоторых моделях электритный слой имеет фиксированное покрытие, а мембрана изготовлена из лучших материалов. Такие конденсаторные электритные микрофоны, как правило, мало отличаются от восполномембранных конденсаторных микрофонов. А теперь мы поговорим про преимущества и недостатки электритных микрофонов. Начнем с преимуществ. Их легко и дешево производить. Ну, конечно, вам их не придется производить. Тем самым я хотел сказать, что такие микрофоны, как правило, недорогие. Некоторые мембраны такого микрофона не требуют фантомного питания. И тем самым они могут использоваться в смартфонах, компьютерах и любой другой бытовой технике. И, как правило, иметь небольшой размер и при этом иметь хорошее качество звука. Относительно хорошее качество звука, поскольку большомембранный конденсаторный микрофон будет звучать лучше, но за счет своих маленьких габаритов такие микрофоны могут использоваться, допустим, в петличках. Более качественные электритные микрофоны используются в измерителях уровня звука класса А или первого класса, а также в вокальных микрофонах. То есть микрофоны будут примерно такие, но более дешевые и иметь, как правило, зачастую более скромные характеристики, но при этом они будут являться также конденсаторными, но при этом бюджетными. Как правило, практически все USB микрофоны, такие как, допустим, Blue Yeti или многомембранные микрофоны, они все имеют на борту маленькие электретные мембраны. И еще один из плюсов, тот же плюс, что и у конденсаторных микрофонов, электретные микрофоны имеют не только USB вариант, но и вариант XLR. В отличие от динамических микрофонов, которые в большинстве своем используют только XLR разъем, конечно, есть исключения, более дорогие микрофоны динамические сейчас уже с недавних пор используют USB подключение. Но такие варианты, как правило, дорогостоящие. В отличие от конденсаторных микрофонов, электретные микрофоны более прочные, и тем самым они более устойчивы к механическим повреждениям. То есть, если ваш микрофон упадет, не факт, что он сломается. А в этом случае, если мой микрофон упадет, скорее всего, не 100%, но скорее всего, что-то у него пойдет не так. А теперь поговорим про недостатки электретных микрофонов. Они, как правило, не пользуются популярностью среди звукорежиссеров. Их часто считают худшими микрофонами на рынке. С одной стороны, это так, но в бытовых условиях электретный микрофон может спасти ваш карман от лишних расходов. Поскольку зачастую звука, который производится с электретных микрофонов, зачастую бывает достаточно. И да, еще один минус. Подобно и классическим конденсаторным микрофонам, они требуют фантомного питания. Но иногда некоторые микрофоны, такие как конденсаторные, допустим, петлички, требуют фантомного питания всего 1 вольт. Ну, или полтора. Поскольку сама мембрана электретного микрофона уже поляризована, и фантомное питание, как правило, требует внутренности самого микрофона. И такое фантомное питание, как правило, может достигать и даже 48 вольт. Но зачастую максимально оно требует 24 вольта. Итак, конденсаторный и электретный микрофон. Что же выбрать? Зачастую выбор конкретного решения зависит лично от вас и использования вашего микрофона. То есть, если вы будете использовать микрофон в неблагоприятных условиях для записи, то вам, конечно же, подойдет более дешевый и менее хрупкий вариант, как электретный. А возможно даже и электретная петличка. Ну, а если вы хотите что-то более качественное, и у вас есть возможность как минимум использовать поп-фильтр, то можете обратить внимание на классический конденсаторный микрофон. Если же вы рассматриваете микрофон для записи более профессиональных штук, допустим, записи вокала или гитары, то ваш вариант это классический конденсаторный микрофон. Поскольку в электретном случае будет потеряна некоторая динамика вашего голоса и некоторых обертонов. Даже если вы будете записывать гитару. И если ваш бюджет ограничен, и вам нужен микрофон исключительно для записи речи, а качество этой речи достаточно будет держать на среднем уровне при использовании обработки, то вам даже подойдет и USB вариант, в котором будет электретная капсула. Но таким образом посоветовал бы вам использовать микрофон поближе к источнику звука, поскольку если убрать микрофон подальше, то звук кардинально испортится. Даже если выкрутить гейн побольше. Итак, подведем небольшое резюме. Что же выбрать? Классический конденсаторный микрофон или же электретный микрофон? Все зависит от того, где и как вы будете использовать ваш микрофон. То есть простой классический конденсаторный микрофон более прихотлив. К чему же это? Он прихотлив к условиям использования, то есть он боится механических воздействий. Его нежелательно часто транспортировать, поскольку кто знает где и как вы его заденете, и ваше устройство может выйти из строя. Также к нему практически всегда, если это XLR, не практически, а всегда требуется фантомка. И записывать при помощи такого микрофона вам понадобится как минимум какая-нибудь аудиокарта. А она, даже если вы используете подобный бюджетный микрофон, как у меня, а этот микрофон как бы среднего ценового сегмента, но более как бы бюджетный, все равно требует аудиокарту, и эта аудиокарта в моем случае стоит дороже, чем сам микрофон. В электретном же случае возможно использование более бюджетного варианта. То есть, если вам не настолько важно качество звука, но вы все равно хотите писать не вот таким вот образом, а более качественно, то вам подойдет и USB-вариант электретного типа, или же даже использование конденсаторной электретной петлички при помощи вашего смартфона, если же у вас не как у меня есть миниджек, или же использовать вот такой вот рекордер, кстати, у которого тоже сверху две конденсаторные электретные капсулы, и качество звучания даже вот такого вот аудиорекордера, у него очень хорошие преобразователи, и его преобразователи способны записывать звук с глубиной до 24 бит. Не каждая аудиокарта способна похвастаться такой производительностью. И да, и есть также средний вариант. Если же у вас не такой уж и большой бюджет, но вы хотите, скажем так, сделать звук чуть выше среднего уровня, то подойдет и вот такая вот бюджетная аудиокарта с фантомным питанием, которую вы можете купить либо конденсаторный микрофон, вот такой как этот, будет звук немножечко похуже, чем на более дорогой аудиокарте, но все равно он будет достаточно качественный, либо купить микрофон с выходом на XLR с электретной мембраной. Допустим, такой как Behringer C1. Он входит в класс в большомембранных конденсаторных микрофонов, но он также является и электретным. И скажу я вам, что качество его звучания достаточно удобоваримое. И даже в паре с этой аудиокартой вам этого звука зачастую будет достаточно. Собственно, все. Решать, как правило, вам. Все, что я хотел сказать на эту тему, я уже сказал. Если я что-то не упомянул, как всегда по традиции напиши об этом в комментарии. Если ты туда полез, не забудь поставить лайк, подписаться, ведь это поможет продвижению моего канала на YouTube и выходу новых видео. Ну а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.